Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Знаю, что видео немного запоздало, но тем не менее мне хочется рассказать вам о каких-то своих находках, именно бюджетных находках за 2014 год. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. И начать мне бы хотелось естественно с праймера, потому что речь пойдет о декоративных находках. И праймер я хочу отметить от торговой марки Эльф, минеральный праймер. Для бюджетных, для своей стоимости в 3 доллара я считаю это очень-очень отменный праймер. Среди тональных средств я должна отметить 3. Один из них это вот такая вот тональная основа от L'Oreal, моя в данном случае в оттенке 150. Вот такой вот BB крем от Garnier для жирной комбинированной кожи. И Bourjois Healthy Mix. Должна сказать, что у меня жирная, комбинированная, склонная к жирности кожа. И эти основы идеально мне подходят. Не скатываются, не сползают, не жирнятся. Мне даже не нужно их поправлять в конце дня. Следующее, что я хочу вам показать, это будут корректы. В этой категории я хочу отметить 3. Это вот такая вот палетка консилеров от Catrice. Все ее знают. Это первая, но кто смотрел мои покупки, знает, что я купила еще одну. Так она мне нравится, влезла пальцем. Видите, там некоторые даже есть дырочки. Единственное, я очень-очень редко использую эти два оттенка. Они очень яркие и очень-очень заметные на коже. Мне это не нравится. А остальные 3 очень классные. Дальше, вот такой вот консилер от Evelyn. Честно говоря, уже здесь все стерлось. По-моему, у меня был в оттенке 105 или что-то такое. Ну, не видно оттенка совершенно. Но мне кажется, что был 105, честно говоря. Почему? Ну, в общем, пятерка в конце была, это точно. Или 0,5 это было. Ну, что-то такое. Очень хороший консилер. Идеально подходит для зоны вокруг глаз. Идеально подходит для проблемной кожи. Не сушит кожу абсолютно. И следующий, мой абсолютнейший фаворит. Это вот такой вот Lumi Magic от L'Oreal. Потрясающе. У меня в данном случае в оттенке 0, в первом оттенке. У меня был во втором тоже здорово. Он хорошо подсвечивает зону вокруг глаз. Он хорошо маскирует, он не забивается в складочки. В общем, я могу пить оды этому средству еще долго и нудно. Ну, а закрепить макияж я предлагаю пудрой от L'Etoile. У меня их две. Я вам показываю одну, потому что, ну, чтобы вы имели просто представление. У меня в оттенке 102 Beige Natural. Это пудра компактная, совершенство обнаженной кожи. Мне консультанту я посоветовала для закрепления макияжа, потому что она очень-очень мягкая, девочки, потрясающая пудра. Ее не видно на лице. И, честно говоря, я делала сравнение, но, опять же, на моем лице, между Chanel Matte Lumiere и этой пудрой. Эта пудра на моем лице работает гораздо лучше. Что касается румян. Здесь я хочу отметить Dream Touch от Maybelline. В данном случае в оттенке 0,4. Безумно мне нравится этот оттенок. Наношу его просто плоской кистью от Eco Tools. Очень красиво смотрится. Очень натурально. Такой персиковый красивый оттенок. И плюс его не нужно использовать хайлайтер после него, потому что очень-очень красивое, нежное свечение. Следующее, которое стало для меня, честно говоря, открытием, несмотря на то, что я много слышала об этих румянах, это румяна от марки Catrice. Потому что те, кто смотрел мое видео небольшое с Берлина, то подумали, что их можно использовать как бронзер. Их нельзя использовать как бронзер, потому что они очень-очень светлые. В плане того, что вот здесь они темные, да, кажутся такая светопередача у камеры. А вот на сводче, если вам видно, они очень-очень нежные. Они очень-очень красиво смотрят. Они придают такое красивое розовое свечение. Я бы сказала, даже какой-то вот такой влажный эффект. То есть их можно растушевать на нет, но останется очень красивое свечение. Этим они мне очень-очень нравятся. Из кремовых румян я хочу отметить румяна от марки Max Factor. Здесь стерлась этикетка, но это в номере 14 Soft Pink. Тоже их наношу кистью от ECO Tools. Очень классный оттенок. Он настолько потрясающе смотрится на щечках. За счет своей кремовой текстуры он такой создает juicy эффект. Не перепудренной кожи, да, скажем так. Очень такой натуральный. Если хотите освежить макияж, обязательно присмотритесь к этим румянам. Они у меня всегда в косметичке. Если мне нужно что-то подправить, очень легко. Их можно использовать тоже как помаду, например, как блеск. Универсальное средство. Очень-очень мне нравится. В категории бронзеров я хочу отметить только один. Это вот такой вот бронзер от Bourjois. У меня в оттенке 52. Очень его люблю. Кто говорит, что он пахнет просто идентично с шоколадом, я не могу сказать то же самое. Он пахнет шоколадом, но химозным шоколадом. В общем, вот такой вот оттенок. Он не очень подходит для контурирования, потому что он все-таки отдает в ржану. Но вот сегодня он на мне. И я его люблю использовать в качестве румян, скажем так. Для того, чтобы придать лицу более такой какой-то загорелый, более свежий вид. И в сочетании с вот этими румянами просто потрясающий получается эффект. Обратите свое внимание, стоит совершенно не дорого. В качестве хайлайтеров я хочу отметить как бы две категории. Один в категории золотые. Это вот то, что у меня сейчас на щеках. Я надеюсь, вам видно. Очень красивое сияние придает, ненавязчивое. С ним можно переборщить, но его не будет очень заметно на лице в плане того, что вот-вот пудреная какая-то текстура пудровая нанесена. Это вот такой вот огромнейший гигант просто. Так и называется Giant Sun Powder в оттенке 001 от торговой марки Гош. Я не знаю, этого продукта хватит, наверное, даже моим правнукам. Пра-пра-пра-пра-пра. Хотя, вот я не понимаю, у вас срок годности 18 месяцев. Но, девочки, кто израсходует вот этот продукт, такое количество, за 18 месяцев? Я не знаю. Но это настолько красивейший вообще бронзер. Не бронзер. Его можно использовать для тела. Он очень красиво смотрится в зону декольте, когда вот вы загорите. Очень красивый. Очень-очень мелкий. Фактически, не заметен. Он создает просто такое красивое золотое сияние. Видите? Такой золотой мокрый эффект, скажем так. Очень-очень красиво смотрится. С муглым девочком я настоятельно рекомендую. Из бюджетных хайлайтеров в розовой категории я хочу вам посоветовать. Это вообще-то Skin Illuminator от торговой марки 07. У них есть точно такой же кремовый золотой. Но я подумала, что зачем мне золотой, если у меня есть этот от Гош. И, в общем, приобрела себе только вот этот розовый. Очень красивый тоже придает сияние. Вот его хорошо использовать зимой, немножко для не особо загорелой кожи. Белокожим девочкам будет тоже очень красиво. Наношу я его не этой кистью. Я его наношу на руку сперва, а затем просто вот такой вот кистью дуофибра. И тогда получается более равномерное нанесение. Но для сводча я вам покажу прямо отсюда. Тоже придает невероятное сияние. Но более холодное, естественно. За счет своей кремовой текстуры оно смотрится просто нереально красиво. Вы видите, да, как оно сияет. Очень мне тоже нравится. Могу его смело вам порекомендовать. Так, давайте перейдем теперь к глазам. В этой категории, значит, я вам покажу праймер от Эльф. Опять же, стоит он 1 доллар. Нет, или эта серия стоит 3 доллара. Ну, короче, не дороже 3 долларов это стоит. Это минеральный праймер. Девочки, опять же, на моих веках он ведет себя абсолютно так же, как Urban Decay. Праймер держит тени весь день, несмотря на мои жирные вещества. Тени, которые я хотела бы вам посоветовать, это тени от марки Sleek. У меня палетка называется Storm. Очень ее люблю. Это такая потрясающая палетка. Классная пигментация. Подходит как для дневного, так и для вечернего макияжа. Очень универсальная. Вот этим оттенком можно, например, темно-коричневые брови оформлять. В общем, нет ни одного не нужного. Ну, для меня не нужен цвет, только вот этот вот такой какой-то бордовый. Он не очень красиво на мне смотрится. А в остальном супер палетка. В общем, я могу вам ее порекомендовать. Я думаю, в принципе, она уже есть у многих. Но с ней впервые в мир нэкид нервно курит в стороне. Естественно, я не могу обойти стороной Color Tattoo. Показываю вам только один, просто чтобы показать. У меня их, по-моему, 5. Этот часто используемый. Этот в оттенке у меня 25 Bet to the Bronze. Но он в каждом, в каждой стране он по-другому называют. Ну, не в каждой стране, но в Европе это оттенок 25 Bet to the Bronze. Я знаю, что в Штатах он под другим номером, но название такое же. Очень классный оттенок, универсальный. Опять же, для золотого макияжа подходит классно. На каждый день их использовать пальчиком раз-два и готово. Так что, подводка. Я долго думала, что же отметить, потому что у меня большое количество различных подводок и фломастеров, например. Вот таких всевозможных. Но все-таки пальму первенства я должна дать гелевой подводке от Maybelline. Это все-таки незаменимая вещь. Я ее безумно люблю. Я ее использую, даже если не рисую стрелочки, то я ее заполняю внутрь водной линии, как нижнюю, так и верхнюю. Держится абсолютно везде, не раздражает глаза. В общем, из всех, что я пробовала, это лучшая подводка на данный момент. Очень легко с ней работать. Из туши я должна отметить на данный момент, это вот такая вот тушь от L'Oreal. Это эффект бабочки Intense, именно с красной крышечкой. Здесь очень интересная кисточка. Она очень хорошо прокрашивает каждую ресничку. Делает одного нанесения. Вот достаточно для того, чтобы достигнуть такого драма-эффекта. Очень-очень классно. Единственный у нее недостаток, что со временем она начинает осыпаться. И при том осыпаться безбожно. То есть вы немножечко, когда вот так вот пройдете по ресницам, я потом в зеркало посмотрю, я уверена, что у меня уже будут комочки осыпаться. Я не знаю, как долго я буду готова прощать это. Но на данном этапе я готова простить все-таки, потому что эффект на ресницах получается потрясающий. Брови. Значит, я брови особо не оформляю. То есть я их крашу. Мне их лень оформлять по утрам, честно говоря. Для этого я себе приобрела вот такой вот гель-фиксатор оттеночный от L'Oreal. Все его знают в таком коричневом оттенке с маленькой кисточкой. То есть вот он придает оттенок. Я его использую независимо от того, оформляла ли я брови или нет. Или просто я его наношу для закрепления. Если же мне не хочется мудохаться с этим, то вот такой вот классный должна вам посоветовать вот Artvisage. Он очень страшный в тюбике. Из-за этого я ненавижу прозрачные тюбики для геля для бровей. Но гель действительно классный, очень хорошо фиксирует на весь день буквально. Да, оформляю я брови, если оформляю тенями любыми коричневыми, потому что они мне темно-коричневыми подходят под тон волос. Либо же карандашом от Tony Moly. Но, к сожалению, я его не могу найти. Я вставлю фотографию, когда найду. Но карандаш реально сухий. И губы. Предлагаю завершить это видео губами. Значит, опять же, я вам покажу по одному представителю с каждого вида. Начну с бальзама. Это вот такие бальзамы от EOS. Самые мои любимые. Вот этот вот вообще невероятно вкусно пахнет. Я не люблю все бальзамы от EOS. Мне нравится только этот и желтенький лимонный, который с SPF 15. Вот только эти два я могу переносить губы, увлажняет на ура. Кто еще не пробовал, девочки, бегите, покупайте. Вещь реально классная. Из карандашей я должна отметить карандаши от Max Factor. Их я люблю больше всего. Они обалденно держат помаду. Их можно носить просто самостоятельно. Вот это мой огрызочек, самый любимый в оттенке 10. Это красный цвет. Классический, красный, чистый, без каких-либо примесей, потрясающий. Вот. В общем, у меня их большая коллекция тоже. Показываю вам просто вот как я их люблю. У линейки карандашей Max Factor не всегда есть те оттенки, которые мне подходят под какую-то помаду на данный момент. Эти оттенки я с легкостью нахожу в торговой марке Isadora. У них тоже потрясающие карандаши. И они прекрасно сочетаются с помадами от Гош. Я очень люблю помады от Гош. И не всегда в Max Factor есть соответствующий оттенок для той или иной помады. А в Isadora есть. Они, наверное, вместе работают. Так, перейдем к Гош. У меня их тоже очень много. Я вам показываю самый любимый. Это оттенок 149 Dangerous. Это такой ежедневный кораллово-красный, оранжево-красный оттенок. Очень красиво смотрится. Совершенно невызывающе. Очень мягкие, очень комфортные помады. Хорошо держатся. Особенно на карандаш, так она не сотрется до вечера. Губы увлажняет. Ну, в общем, ни одного минуса в этих помадах я пока не заметил. Также, что касается помады, это помады от P2 Pure Color. Очень мне нравится. Вот она у меня сейчас на губах вместе с карандашом от Max Factor. Красивый нюдовый оттенок. У меня в номере 170 Brooklyn Bridge. Помады действительно супер. Они классно увлажняют. Очень хорошая пигментация. Увлажняет губы. Не сушит, не скатывается. В общем, тоже ни одного минуса я пока не обнаружила. В общем, обратите свое внимание. И мой самый большой фаворит. Это вот такие вот помады, блески, скажем, скорее всего, помады от Lime Crime. У меня их тоже гораздо больше, чем я показываю. Просто, чтобы вы имели представление. В данном случае это Pink Velvet. Потрясающе красивый оттенок. Ни один оттенок у них ни броский, ни яркий, очень носибельный. Ни один оттенок губы не сушит абсолютно. Держится весь день. Ну, конечно, если не есть жирную пищу. Вот. Вот такие были, собственно говоря, мои бюджетные находки, мои бюджетные любимчики. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, полезно. Ставим лайки, подписываемся и остаемся любимыми и красивыми. Всем пока.